В преддверии международной конференции по Сирии в Женеве, которая должна состояться уже в июне, между будущими участниками встречи разгорается дипломатическая борьба. Причина раздора, принятая накануне решения Евросоюза, не продлевать эмбарго на поставку в Сирию оружия. Страны ЕС теперь могут самостоятельно принимать решения о торговле средствами введения войны с любыми сирийскими силами. Речь в первую очередь идет, конечно, о поддержке оппозиции. Глава российского МИДа Сергей Лавров напомнил, что снабжение оружием не государственных подразделений, которыми, по сути, являются сирийские боевики, противоречит нормам международного права. В то же время, как сообщили агентству Интерфаксов в российских структурах, связанных с экспортом вооружений, цитата, «У нас имеется контракт на поставку в Сирию ЗРС С-300, и мы намерены его выполнить». Конец цитаты. Имеется в виду контракт с официальным Дамаском. На Западе уже выражают крайнее недовольство его исполнением. Дело в том, что оборонительный комплекс С-300 является мощнейшим инструментом сдерживания. Ракеты могут поражать воздушные цели в радиусе 150 километров на высоте до 27 километров. Комплекс успешно обнаруживают и уничтожают абсолютно все существующие боевые самолеты. И если бы подобные системы стояли на вооружении у ливийской армии в момент начала воздушной войны, события в этой стране могли пойти совсем по другому сценарию. В России после отмены европейского эмбарго не видят причин не поставлять зенитные комплексы Дамаску. Об этом сегодня говорил министр обороны Сергей Шойгу. «Всякое решение имеет две стороны. Если одна сторона снимает ограничения, то другая сторона уже может считать себя не обязанными выполнять те ограничения, которые были до этого. Такова логика развития событий при разрешении любого конфликта. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова» Корректор А.Кулакова